там смотри там зилок и кто-то едет лиц какой-то или кто я не знаю мы проедем или нет так сейчас ребята покажу вон видите благовещенск то есть мы проехали буквально 10 метров за благовещенск выехали там вода за дорогой это вот уже городу вода подбирается они просто смотри мешки положили два мешка положили чё это такое что не спасут что для нас а там солдатики они короче что делают они ну в мешки насыпают песок и мешки они выкладывают там мы там были ну по идее там вот еще чуть проехать деревне верх благовещенской там там то вообще наверно жопа там же люди живут они там все затопило это к нам уже к благе подбирается вода сейчас вот с той стороны посмотрим солдаты ходят как будто в курсе как вот в чернобыле типа там согнали солдат сюда к нам чтобы они это расчищали зону заражения у нас тут самое популярное место в городе стал на набережке люди приходят смотрят уровень воды линейку эту смотрит гидролинейка да сколько было подтопление в городе и сколько у нас уже получается уровень 13 года превысился ну вот смотрите главная набережка города главное в принципе 1 в общем вот амур вот благо вода уже подбирается к городу получается но от мешки поклали там смотри там поисково-спасательный центр какая-то стоит спецмашина дежурят чтобы они не вкупались до кто будет лезть его эту воду и по вон там дети стоят сотрудники он российский флаг такая такое настроение будет не очень пасмурная погода чуть жарко пандемия пух этот летит еще в нос забивая вот еще поводок пришел вообще нормально палатка какая-то делается это у нас тоже тут достопримечание код и собачка еще грач а там птичка есть рядом с оперативным штаном все это сделано я вначале не понял это палатку сделали чтоб вакцину делать там еще камаз подъехал с ну там медицинских были камаз надо в очередь наверно встать от учета я без очереди в очередь встанем не хочешь без очереди хочешь прививку не получится пойдем камаза подойдем посмотрим чё за камаз там блин музыка звучит какая-то меня за это маргенштерна забанят медицинская служба ого передвижной медицинский у вас такие есть а у нас в амурской области есть такие камазы прикиньте с прививками или чё он привез что ты нам привез давай зайдем посмотрим что это за камаз здравствуйте а где-то кто здесь есть а где персонал персонала нет а тут нету почему-то никого о ребята бочка со спиртом плывет с подводной лодки вылезла ну надо ловить и и чё нам сейчас уже не продают алкоголь в нашей деревне правильно выловим бочку напьемся угостим соседей по двору так вот ребят проход запрещен но иногда можно мешков просто какое-то бесконечное количество бесконечное количество от начала набережной до самого конца смотрите ребята у нас что на набережной есть динозавр в полный рост на набережной в конце набережки стоит кому интересно чё это за амурозаврус на паузу ставьте и сканируйте qr-код с телефона дорогие друзья освещаем полную информацию о поводке актуально этому уже на речке зее называется у нас же на пересечении двух рек короче тут вообще смотрите 6 тут прям дамбу сделали из песка и из мешков из мешков и из песка и все равно воде пофигу то что она вышла из берегов уже тоже вон там стоят дпс охраняет дорожное патрульное движение азия здоровенная не как бы похеру на благовещенск как бы похеру мне было мне просто интересно что там с теми деревнями случились которые вверх по течению находятся в благе то ничего не будет вот там-то по затапливала конечно ребят там и эвакуировали уже людей если еще здесь кое начнет без сбрасывать водичку это начнется смотрите это это боль уже уровень выше чем тринадцатом году вся россия помню в принципе чего было в тринадцатом году сейчас еще сильнее понимаете в чем прикол то есть такая ну не знаю туда не залезьте на эту гору может залезть сейчас посмотрим залезть можно наверно нельзя тут огородили что-то никто туда не лез если дальше туда пройти там нельзя будет ну не хочется выше тут грязь ну дамба из песка я думаю нормально в благе ничего не будет а в тем в деревнях там уже по верхних течениях там жопа конечно вот дорогие друзья необычный память памятник собачки собачка смотрит на наводнение но все равно продолжает свой дом охранять никуда не убегает поэтому сделали такой памятник в тринадцатом году я чувствую еще один памятник появится скоро в 21 перу смотрите ребят так выглядит безысходность как вам водные потоки ребята отлично мне кажется прикольно смотрится примените к ним уравнение лагранжа по анкаре и вы вычислите силу тока в замкнутой цепи а какую надо применить форму доминанта умножить на субдоминанту и разделить на мощность на количество китайцев через постоянную планка ладно все ребят хватит хватит на сегодня вот и вот это и 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